всем привет новый урок сегодня хочу вам показать технику анимации build up возможно вы видели вот подобные работы когда у нас сцена собирается из полной пустоты в конечную форму и каждый объект в этой сцене собирается индивидуально это вот две старые мои работы я хочу на примере их показать как это делается будем использовать в качестве референс это сцена с тренажерным залом потому что там есть много объектов и недостаточно простые все через примитивы давайте создадим скамейку быстренько смоделируем всю эту сцену я буду все делать проще чем в этой композиции для того чтобы показать основные основные основную технику чтобы все остальное вы могли самостоятельно благодаря вашей фантазии добавлять окей допустим у нас есть скамья для жима пол опять же включая изометрическую камеру сразу также можно сразу включить чтобы лучше было заметно шейдинг по линиям чтобы мы видели контуры давайте в стойке это будет цилиндры располагаем их располагаем их таким образом и сейчас у цилиндров количество полигонов уменьшим нам это здесь не критично сцена лоу поле окей так стойка есть ну давайте к стойке сделаем петли для штанги пусть это будут вообще нас кубы так но в принципе у нас база есть теперь мы быстренько добавляем нашу штангу и блины к ней штанга тоже будет естественно цилиндр сам гриф располагаем по центру сюда ставим вы можете здесь замоделировать штангу самостоятельно через через редактируемый объект либо просто сделать вот эти места переходы куда вешать блины уже непосредственно эти места можно сделать через примитивы наши просто радиус побольше поставить да то есть у нас здесь же такое место есть обязательно так пусть будет теперь объединяем эти объекты 0 объект группируемых увеличим ошибка окей вот у нас есть простая простая сцена добавим по одному блину начнем в принципе анимировать блин раз у нас есть блин 2 тоже вставляем по позиции я не буду сейчас сделать отверстие всем по им все понимаете да про что идет речь единственное осталось только расположить сам гриф вот так вот и так весь принцип билда пониматься заключается в том что мы должны двумя ключами сделать проявление объекта и проявление объекта должно быть упорядочено немного да то есть чтобы не хаотично не появлялись сперва там опоры потом матрас и соответственно все блины должны также прилетать по очереди как я делал в той работе я просто анимировал значение скил по всем трем осям то есть у меня там стартовая 000 потом 111 либо можно анимировать какую-то одну из осей чтобы разнообразить нашу анимацию некоторые параметры некоторые детали у нас растут от земли соответственно нужно поменять anchor point потому что по дефолту он находится в середине объект если вы будете его по высоте анимировать он все равно из центра появляется и так это можно сделать через access центр либо еще проще как я часто использую создаем 0 объект располагаем его в ту точку откуда у нас будет идти рост и в просто в этот 0 объект закидываем ну допустим вот нашу стойку да то есть это у нас будет земля я напишу все у нас это стоечка есть можно объект скопировать и закинуть до вторую эту стоечку и так эти объекты у нас будет расти от земли вот эти тоже поэтому копируем пока землю и вставляем объект вот этот сюда и второй куб следующий объект начинаем анимировать давайте тогда все наши горизонтальные объекты будем анимировать сразу потому что они должны появиться земли потом от раз упасть горизонтальный объект земли 1 земля прошу прощения за этот нейминг надеюсь вам все понятны если нет пишите в комментариях прошу прощения за этот нейминг надеюсь вам все понятно если нет пишите в комментариях я помогу так поехали на На нулевом кадре мы ставим scale по Y0, ключ. На нулевом кадре ставлю scale по Y0, ключ. Соответственно, здесь тоже 0. Здесь тоже 0. И вот здесь тоже 0. И кадре на 20 с разницей в пару кадров будем ставить единичку. То есть, допустим, это у нас первая возрастает, на 22-м у нас возрастает вот эта часть. А опора, так как она короче, она должна раньше у нас появиться. Допустим, на 15-м. На 15-м здесь, на 18-м вторая опора. То есть, если мы сейчас отключим куб, чтобы посмотреть, как у нас это появляется. Вот так. Можно сделать больше паузу между ключами, чтобы более хаотично, более хаотично у нас появлялась. Допустим, вот 0.10 если поставить, она намного раньше появится. Да, она уже появилась. Вторая только начинает расти. И между вот этими тоже больше поставить паузу. Допустим, 25. Отлично. А теперь матрас давайте будем анимировать по дефолту. Да, то есть, вот как только ножки начали возрастать, у нас уже будет начинать проявляться этот матрас. Неправильно, конечно, называть его матрасом. Это скамейка. То есть, тут я ставлю ключи по трем осям. И у нас будет вот такая позиция. Такая анимация здесь. Нет, мне она не нравится. Поэтому я сделаю, что у нас будет по оси Z. Здесь у нас будет происходить анимация. Вот таким образом ставлю ключи здесь. Да, чтобы он просто вытягивался. Начинает вытягиваться. Так, полуотключим, мешает пока. Так, нагляднее видно. Все, он здесь вытянулся. Также здесь вы можете анимировать не просто по скейлу, а по позишину, например. Если мы здесь поставим вот здесь точку прилета по позиции. Начальный кадр где-то вот здесь. То у нас в процессе пролета она будет увеличиваться. Но так как это слишком быстро происходит. Паузу. Вот так. Либо сверху. То есть, это как пример вам показываю. Потому что именно это мы будем делать относительно наших блинов. Здесь вообще мы будем только в позиции. Если вы откроете анимацию, они просто прилетают у нас с разных сторон. То есть, они уже в своем финальном размере просто прилетают из-за границ композиции. Давайте на 25 кадре поставим здесь ключ. На 45. Соответственно, на 45 мы ее сюда кидаем. Отлично. Ну и здесь я хочу, чтобы было синхронно. Чтобы наши блины прилетали синхронно. Для этого посмотрим, насколько сильно мы одолели. 406 примерно, да? Тоже я сейчас не буду ровные числа подбирать. Что-то примерно поставим. 406. Допустим, так вот сделаем. 25 кадр это вот здесь. 45 здесь. Отлично. Вот. То есть, если мы сейчас включим рендер, у нас осталось только штанга и замки. Не замки, а, как сказать, подставку, да, под штангу. По-другому, как ее назвать. То есть, мы их тоже можем добавить где-то вот в этом промежутке. Когда у нас стойки выросли, сразу замки появились. Будем тоже добавлять их целиком. Относительно центрального скейла. Потому что объекты маленькие. Особо не будет здесь ничего заметно. Так. И осталось штангу. А штангу мы просто сделаем по оси X, соответственно. Она у нас будет... Ага, ось. Ось Y для нее. Это потому что она развернута. То есть, у нас на 20 кадре, допустим, это будет 0. И на 30 кадре, когда уже блины будут лететь, у нас проявится она полностью. Ну, сцена готова. Это все, что я хотел здесь показать. Это, на самом деле, очень популярная техника. Здесь дальше вы уже играетесь непосредственно с графиками, чтобы создать уникальный характер всей анимации. Потому что сейчас у нас абсолютно одинаковый easy-из и easy-out для всех кадров, для всех объектов. И выглядит немножечко скучновато. То есть, вы можете играться, что какой-то объект речь появляется, какой-то медленней. Техника очень популярная. Ей можно создавать там с нуля какой-то дом, участок, ту же квартиру. Достаточно простой способ добавлять, возможно, ключи по rotation, чтобы привнести немного жизни. Надеюсь, вам понравился этот урок. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите обязательно в комментариях. Будет круто, если вы поделитесь ссылкой на ваши работы, которые у вас получились в результате, допустим, повторения этого способа, который я сейчас продемонстрировал. Мне будет интересно посмотреть. Подписывайтесь на канал. Дальше будет следующее видео. Всем пока!